Белорусские военные учения «Запад-2013». Кое-кто расценивает их как репетицию захвата стран Балтии. Манёвры пройдут 20 сентября на нескольких полигонах и в акватории Балтийского моря при участии около 12 тысяч российских и примерно 10 тысяч белорусских военнослужащих. Заявленная цель учений — отработка совместной подготовки группировок войск для обеспечения безопасности союзного государства России и Белоруссии. Однако министр обороны Латвии Артис Пабрикс ещё месяц назад заявил, что на самом деле на учениях разыграют сценарий нападения на страны Балтии. Эти опасения разделяют и в Генштабе сил обороны Эстонии. Особенно их настораживает масштаб мероприятия. В качестве потенциальной угрозы национальной безопасности учения «Запад-2013» готовы рассматривать и в Польше. Наличие какого-то сценария нападения на страны Балтии ранее опровергал посол России в Латвии Александр Вишняков. А бывший командующий национальными вооружёнными силами Латвии Юрис Далбинш говорит, что и странам Балтии не надо расслабляться. Мы можем спекулировать и сказать, да, они проводятся для того, чтобы захватить эти территории. Ну, как бы громко говорить об этом, что вот такие-то цели поставлены, это было бы неправильно. Мы можем брать во внимание то, что этот регион стратегически очень важный. И мы должны со своей стороны делать всё, что из своих интересов в этом регионе защитить. Такие занятия проводятся, конечно, и проводятся с обеих сторон. Военные это и сами понимают. И в подтверждение уже в ноябре, со 2 по 9 число, в Латвии и Польше пройдут совместные военные учения «Стедфазджаз-2013». Это своего рода ответ России и Белоруссии. Тренировка сил быстрого реагирования НАТО. В этих учениях будет до 6 тысяч участников из стран Североатлантического альянса. Владимир Путин, как обычно, вакуировал.